Всем привет! Я не профессиональный бизнес-спикер. Я очень волнуюсь. Я операционный менеджер компании с оборотом в 1 миллиард долларов. Я каждый день лично ей управляю. На самом деле есть большое количество презентаций, которые вы сегодня увидели и услышали. Но наверняка у вас есть вопросы, которые волнуют вас, а не те, кто выходит на эту сцену. Поэтому свое выступление сегодня предлагаю построить таким образом, что вы мне зададите те вопросы, которые для вас являются особенно актуальными. А каким должен быть психологический настрой, чтобы сначала стать миллионером, а затем миллиардером? Так это практически вопрос, в чем смысл жизни. Все-таки любой человек должен быть неким самомотивирующейся биологической машиной. Самомотивирующейся, это очень важно. Вот смотрите, ну например, если легко себя замотивировать, когда ты проснулся с утра, открыл журнал Forbes, тебя нет встала, пиздуй на работу, быстрее. Пока ты там не появишься. Это логично. А теперь второй вопрос. А теперь второй вопрос. А если ты открыл журнал, а ты уже там есть? А теперь начинается следующий вопрос. А ты первый? А ты не первый. А если ты не первый, вставай. Наразать номером один в спуске Forbes. Секундочку. Когда на этой сцене будет Ренат Ахметов, вы ему зададите этот вопрос. Я пока не первый в Forbes. Внимание. Разобрались уже, что делать, если тебя нет в Forbes. Разобрались уже, что делать, если ты есть в Forbes. Самый интересный диалог с самим собой начинается, когда у тебя бабла больше, чем ты можешь потратить. Ты чем себя будешь мотивировать? Давай проведем короткую очень сессию. Сколько человек может в год потратить денег? Что-что? Еще раз. Извиняюсь, но я услышал. Когда идет разговор о деньгах, будь максимально внимательным. Сколько человек может потратить денег в год? Потратить. Ну, миллионов сто долларов. На что, скажи, пожалуйста? У меня пока не получилось ни разу. Там, Ламборгини, например. Что еще? Ламборгини, яхты. 500 тысяч. Все, бизнес какой-то инвестировать. Мы не про бизнес, мы говорим про личные траты. 100 миллионов куда? 500 тысяч купил Ламборгини. Окей, хорошо. Подсказывают на девушку. Быстрее, быстрее. Хорошо, покупаю самолет. 15 миллионов. Так, покупаю яхту. 25. Покупаю дом себе самый дорогой. Так, еще. Пока ты с большим трудом потратил полтинник. Антуда такая дом... Смотри, если ты не умеешь тратить, ты не сможешь зарабатывать. Логика понятна? Да, я понимаю. Другими словами, возвращаемся к твоему вопросу. Ты запланировал для себя некую мотивацию. Открыл мед Форбсе, пошел. Открыл есть Форбсе, не первый, пошел. А представляешь, Ахметов открывает, он первый. Теперь он говорит и ставит для себя задачу быть первым в американском Форбсе. Но там же тоже, блин, есть Карл Сын. Открыл он, и он первый в мире. Билл Гейтс, например. Он первый в мире. Ему что делать? Ему нужно думать о Луне, я его слушал, правильно? Еще раз, внимание. Самый тяжелый разговор с самим собой начинается тогда, когда ты понимаешь, что ты не можешь потратить все свои деньги. А дальше включается нематериальная мотивация. И у людей, у богатых, они практически все объединены одним. У меня в рамках проекта Бедмани есть возможность поговорить с большим коллеги. Я уже 100 интервью снял. Со 100 людьми полтора часа мы беседуем глаза в глаза. Каждый из них в чем-то силен, в чем-то слаб, у него есть свои победы, свои поражения. Но у них есть одна объединяющая их черта. Они одержимы своей идеей. И они перфекционисты. Они видят что-то в конце жизни, что их мотивирует каждое утро, несмотря на то, на каком они месте в форме, вставать и идти развиваться. Так это работает. Заканчиваю ответ на твой вопрос. Мотивации всегда достаточно. Если у тебя цель, которая лежит за пределами жизни, она тебя будет подгонять и двигать вперед. А для этого нужна дисциплина, потому что дисциплина еще важнее мотивации. Потому что любая мотивация без дисциплины не имеет никакого значения. Ты пошел и через два часа забыл, куда ты идешь. Начинайте свой день с того, что вспоминайте свою мечту. Это может быть... Внимание, ребята, на этой сцене, вы сегодня с этой сцены, вы не услышите ничего того, чего вы сами не знаете. Вы каждый день занимаетесь бизнесом. Вы знаете это не хуже, чем я. И не хуже, чем любой другой человек, который тут появился. Вы все знаете. Каждый из вас может быть и будет на этой сцене. Но нужна мотивация и дисциплина для ее достижения. Заканчивая ответ на твой вопрос. Жду тебя через два года на этой сцене с миллиардом долларов. Готов? Готов. Какие основные показатели в ваших бизнесах вы отслеживаете лично? Что для вас принципиально знать и понимать? Значит, одно дело слушать меня с этой сцены. А второе дело, когда я каждый день задаю эти вопросы своим людям, которые, кстати, тут первый раз в жизни присутствуют на моем семинаре. Я никогда не приглашал сюда участников своей команды. Сегодня я не тут. И они чувствуют и точно понимают разницу, когда я говорю с этой сценой или когда я с утра задаю вопрос по метрикам. Потому что если у вас нет математической модели вашего бизнеса, 99% людей вам будет врать. Это их работа, это их судьба, это их профессия. Они врубают. Не потому что они хорошие или плохие. Просто так сложилась социальная атмосфера в мире. Сейчас мир забит бездельниками, которые ни хрена не делая хотят быть богатыми. Они курсируют между фирмами. И единственное, что они действительно по-хорошему умеют делать, это продавать себя. Такие есть. В моей команде были такие люди. Удивитесь, когда я с ним попрощался, года два мне понадобилось, чтобы понять, что на самом деле плевать он хотел на мои бренды. Плевать он хотел на меня и на мою компанию. Ему важен он и только он. И сейчас, удивитесь, я их уволил прямо компанией, целые людей. Они через 8 или 9 месяцев всплыли у моих конкурентов. И что они сейчас делают моим конкурентам? У них минусует бизнес. Я не шучу. Но конкурент не может его убрать. Потому что у него есть определенные обязательства. Что делаю я? Я с радостью за этим наблюдаю. Это отличная история. Поэтому каждую секунду вашего времени вы должны заниматься тем, что отслеживаете людей, которые дают вашей компании ценность. Не берут у вашей компании ценность, а дают ее. То есть, другими словами, если, например, у вас есть бренд или услуга, или что угодно, и этот менеджер пришел с этой услугой, и без него бы она не продалась, а он ее продал, держите его всеми методами. Бонусируйте его, платите ему зарплату, дружите с ним, я не знаю, помогайте ему семье, что угодно. Такие люди двигают ваш бизнес вперед. Что для этого нужно? Как инструмент. Вам нужны математические модели каждого процесса в вашей компании. Бизнес – простая вещь. Все, кто с этой сцены говорит, что это суперсложно, и мы вам откроем какие-то тайны, которых вы не знаете, вранье. Бизнес – простая вещь. Меньше потратить – больше заработать. Все великие бизнесмены это знают. Поэтому, когда вы берете метрики, у вас должны быть, безусловно, метрики, которые контролируете каждый день лично вы. Я, например, начинаю свой день, где бы я ни был в какой части мира, с того, что я контролирую, как компания прожила предыдущий день. Что с финансами, что с продажами, что с зарплатами, что с обратной связью. Я все время смотрю на математические модели бизнеса. Если вы вышли на разговор с менеджером, со своим, и у вас перед вами нет цифр, он вам соврет. Если он вам соврет, а вы примете это вранье, как отчет, вас больше нет как руководителя. Он поймет, что это можно делать всегда. Человек инфицированный такой штукой никогда больше не начнет работать. Готовьтесь тщательно к разговорам с ключевыми членами своей команды. Перед вами всегда должны лежать цифры. Потому что, если перед вами нет цифр, результат разговора вас не обратно. Это регресс, а не прогресс. Заканчивая ответ на ваш вопрос. Математическая модель бизнеса. Каждое утро самые важные метрики, которые контролируете лично вы. Любой разговор со своим топ-менеджером только перед, при том, что перед вами лежат цифры. Любые его обязательства, они обычно еще, знаете, такая ситуация, они любят обещать. Вот эти наши замечательные, почему мы все любим, безусловно, уважаем, но они любят обещать. Ты говоришь, у тебя тут проблема, говорит, я завтра все выполню. Завтра как? Ну, с той недели, он говорит, вот-вот. Нет. Завтра в 9.00 вот такие показатели. Да? Подтверждаешь, не подтверждаешь, нужно подумать. Если нужно подумать, ты не эксперт рынка, уже есть вопросы. Желательно, чтобы он знал наизусть определенные цифры и ответил вам, что это так. Завтра в 9.01, если от него не раздался звонок, это уже проблема. Вы уже должны набирать и говорить, ты помнишь, о чем мы вчера договорились? Только так сейчас все работает. Математическая модель, подготовка к разговору с любым топ-менеджером и максимальное удержание тех людей, которые делают вашу компанию сильнее каждый день. Вопрос следующий. Представьте, сейчас вам 18 лет, какие бы вы действия предпринимали, чтобы, как бы вы начали сначала идти в предпринимательство или бы пошли... я бы родился в правильной семье. Самый главный способ сделать карьеру, это родиться в правильной семье. Это, конечно, общая фраза, но хочу сказать сразу, понимая твой вопрос, важно окружение. Доход человека равен среднему доходу его окружения. Окружи себя теми людьми, которые тебя будут мотивировать двигаться вперед. Наверное, должны остаться места для друзей, безусловно, но идеально, когда твои друзья, еще и люди, которые тебя развивают, ищи такое окружение. В этом зале присутствует мой 18-летний сын. В его образовании мы с ним посчитали приблизительно, мне придется инвестировать сейчас внимание, кто говорит, что у него нет мотивации вставать с утра на работу, миллион долларов. Мне и еще такому же количеству, не знаю, 100 миллионов людей на этой планете, чтобы дать своему ребенку правильное общение, нужно потратить миллион. Если вы посчитаете, 50 тысяч долларов стоит школа, 50 тысяч долларов стоит университет, слетать туда-обратно, карманные расходы, аренда жилья и так далее, в любом случае, как бы там ни было, миллион. То есть я инвестирую миллион во что? Вы что думаете, что он поступил сейчас в университет в Нью-Йорке, на Манхэттене, крутой университет, все хорошо, но что он там услышит того, чего он не слышал от меня? Вот что? Ну что ему расскажет Батан, профессор Нью-Йоркского университета? Того, чего он не услышит от меня? Он научит его учиться вниманию. А самое главное для вас и для ваших детей, это им создать правильное окружение. И вы часть этого окружения. Вы часть этого окружения. Потому что ребенок не слушает вас, он внимательно смотрит на то, что вы делаете. Его, блин, никогда не будет рядом. У меня трое детей, а тут один. А мне бы хотелось, чтобы они трое видели, что я стою на этой сцене, перед такой невероятной вообще публикой, перед такими умными людьми. Но их сейчас нет. А вот тогда я чуть перебрал, и с утра не побежал в рост, и лежу на диванчике немножко пить пиво, они тут как тут. Вот это они не пропустят. Папа, почет тебя вчера вечером не было дома. А что, нехорошо тебе, что такое? А сколько шуток вчера выпил? Это обычные нормальные вопросы. Воспитание детей невероятно мотивирующая вещь, невероятно дисциплинирующая вещь, потому что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Другими словами, когда вы дали ребенку правильный старт, следующий ваш этап, это я фактически разговариваю с тобой, разговариваю со своим сыном, следующий этап создать правильное окружение. Мой старший сын успешный инвестор. И удивитесь, в 90% случаев его инвестиции в большие мировые компании связано с его людьми, которые учились с ним в Бостоне в университете. Это так. Потому что там создается среда, туда приезжают правильные люди, они приезжают туда с правильными задачами, они приезжают туда с правильными целями, у них внутри создается некая соревновательная среда, в которой побеждают самые умные. Другими словами, если рядом с тобой в Бостоне, позавчера тут ходил Цукерберг, который завтра создал Фейсбук, то горизонт планирования другой. То есть наша задача как родители еще одна мотивация. Создать для своих детей такую возможность, чтобы мы для них выглядим правильно. То есть мы должны быть дисциплинированными родителями. После этого наша задача так работать, чтобы иметь возможность отправить их в лучшие университеты, школы мира. В Киеве есть хорошие университеты, в нашей части мира есть хорошие университеты, в Америке, в Англии, где угодно, но ребенку нужно создать принудительно такую среду, в которой они будут обсуждать, как стать хозяином мира. Как только вы отправили ребенка туда с хорошей жизненной базой. Ну и конечно, любовь, воспитание это любовь и личный пример. Как только вы отправили туда такого ребенка, он обязательно вернется к вам с инвестпроектом, как вернулся ко мне старший сын. Искренне желаю удачи уже то, что в 18 лет ты тут и задаешь этот вопрос, говорит о том, что все будет хорошо. Меня зовут Эдуард Касаев, я дизайнер работы на себя. А вопрос такой, ты самых главных личных навыков для ведения долгозрочного бизнеса. Спасибо. Самомотивация, характер и дисциплина. Конец ответа. Доброго дня. Меня зовут Арсений. Я вас хочу западать, какой ваш режим дня и как вы отдыхаете? Ваша жизнь должна иметь такой график, при котором вы каждую секунду 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году готовы к бою. Кто как заряжает свои батарейки разные методы. Кто-то смотрит на современное искусство, кто-то слушает джаз, кто-то занимается боксом, кто-то бежит кроссы, кто-то просто отдыхает, кто-то спит. Не знаю, но вы должны составить такой коктейль из эмоций, впечатлений, мыслей, размышлений, книг, тренингов, семинаров, чтобы вы в каждую секунду были готовы вступить в бой. Потому что судьба очень не любит тех людей, которым она дает шанс, а они его не используют. И потом никто, то есть судьба хоть раз в жизни стучится к каждому в дверь. Жаль, что он в это время может находиться в пив-баре рядом. Другими словами, будьте готовы каждую секунду. Для этого рекомендую то, что делаю я. Я вел дневник. Какое-то время я понимал, а что же меня мотивирует больше всего. А сколько времени я бежал в полосы? А сколько километров я пробежал в неделю? А сколько я выпил? А в каких городах я был? А сколько времени я потратил на общение со своей семьей? Это тоже важно. Мы же все в первую очередь люди и только во вторую очередь бизнесмены. Потому что всегда на работе скучай за детьми. Всегда находясь с детьми скучай за работой. Иди и туда, и туда с радостью. Так это работает. Другими словами, бренды, хорошие бренды или как успешные в бизнесе становятся люди, которые, цитирую, много путешествуют и много занимаются сексом. Есть такая штука. Эти люди обычно счастливы. У каждого свой цель. Заканчивая ответ на свой вопрос. Рекомендаций в этом смысле нет. Подарите сами для себя форму счастья. Она точно есть. Добрый день, Евгений. Я владелец завода теплицы всем EOUA. Хотел спросить у вас о партнерстве в бизнесе. Завод у нас с партнером. Партнер занимается продажами. Я не люблю это контролировать, цифры считать. И у меня доверие к человеку. Я вот хотел спросить у вас. У вас есть партнеры, которым вы абсолютно верите? Или нет? Во-первых, зафиксируем, зафиксируем, что 100 тысяч долларов делятся легко, а миллион никогда. Это теперь для хороших взаимоотношений с твоим партнером. Зафиксируем. Первое. Второе. Между вами должны быть урегулированы все юридические споры. Это крайне важно. Все юридические моменты должны быть зафиксированы в договоре и в понятивной ситуации, которая так называемый сейфовый договор ваш личный. Это два. Третье. Если ты не любишь заниматься цифрами, то ты провоцируешь своего партнера на одну. Сам провоцируешь. Ты должен, если ты занят бизнесом, быть математиком. Это не всегда приятно. Конечно, приятнее заниматься брендингом и, конечно, заниматься приятно трейдмаркетингом. Это безусловно. Но скучные цифры являются главным инструментом для достижения прибыли. Потому что прибыль измеряется в цифрах. Вы же не видели никого в Forbes и кого написали просто успешный человек. Там пишут конкретное состояние. Оно измеряется в конкретных цифрах. Эти конкретные цифры складываются из конкретных цифр ежедневного бизнеса. Поэтому рекомендация. Математическая модель, стопроцентное юридическое регулирование, сейфовый договор и обязательное уважение друг к другу проверкой каждого его шага. Если человеку нечего скрывать, он будет максимально открыт. Йоблиц с Евгением Черняком. Такого еще не было, конечно, первый раз. На какой машине вы сюда приехали? На Мерседесе, которому 13 лет. Понял. Я живу жизнью своего потребителя. Мой потребитель абсолютно спокойно ездит на неновых машинах. Поэтому чтобы создавать продукты, которые будут понятны твоему потребителю, ты должен жить жизнью своего потребителя. Какие у вас есть вредные привычки? Я излишне эмоционален. Когда в последний раз сильно напивались? Вчера. Какая маржа Global Spirit? 30%. Есть. Секс или рыбалка? Секс на рыбалке. Вы спасали кому-то жизнь? Да, неоднократно. И есть люди, которые спасали жизнь. Вообще на самом деле рекомендую поставить для себя цель улучшить взаимоотношения в течение ближайшего года, например, с 20 близкими людьми. Вот просто записать себе первой строчкой ежедневник. Потому что еще раз повторюсь, деньги только половина мира. А остальное это любовь, уважение, успех, счастье, эмоции, теплота, мотивации, вибрации. То это очень важно. Рекомендую зафиксировать 20 близких людей и в течение года последовательно улучшать с каждым из них взаимоотношения. Это такая правильная нематериальная мотивация, которая очень сильно заставляет двигаться тебя вперед. Идеальный ответ. Еще три вопроса. Один. Вам угрожали когда-нибудь в вашей жизни? Есть вопросы, на которые они готовы отвечать. Меня зовут Алиана Привиденцева. Мы с супругом занимаемся преподаванием английского языка онлайн. Какими мы должны быть и как мы должны продавать свои продукты для того, чтобы улучшить уровень каждого украинца английскому языку, чтобы он знал английский на достойном уровне? Я считаю, что вам нужно дать статистику тех людей, которые знают английский, их доход точно будет процентов на 50 выше. То есть вы берете самых успешных людей, которые знают английский, показываете самые успешные кейсы, когда они приехали, например, в Америку и стали там успешными, говорите о том, что это произошло благодаря изучению языка. Если вам удалось с ними договориться, чтобы они еще сказали пару слов о вашей замечательной компании, то у вас готово маркетинговое сообщение. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в какой сфере будет бизнес более всего актуален с 2020 года по 2030? Так, я считаю, еще раз возвращаемся, я считаю, любым способом оцифровывайте свой бизнес, потому что человечество будет развиваться вперед путем увеличения количества операций, над которыми не нужно думать. Смотрите, мы уже не думая заказываем такси, мы не думая заказываем еду, мы не думая заказываем книги, мы не думая делаем покупки, мы много чего делаем уже не думая, мы общаемся не думая, потому что есть в Facebook и Instagram. Мы смотрим сторисы бесконечно целый день, и кстати, в воспитании с детьми самая главная наша проблема сейчас, как родители, это быть интереснее сториса твоего ребенка. А для этого нужно много знать, для этого нужно быть спортивным, для этого нужно путешествовать, для этого нужно знать историю, для этого нужно быть красноречивым. Вот когда ребенок откладывает сторис в сторону, слушает тебя, потом говорит, папа, ты крутой, блин, это самая лучшая мотивация, которая только может быть, ради нее нужно жить. Максимально, максимально оциквовать и диджитализируйте свой бизнес. Если у вас не будет диджитали, компания не сможет существовать. Подбирайте лучших айти-директоров, мотивируйте их максимально заменять людской труд и механические процессы. Делайте так, чтобы вы максимально пользовались своем управлении, ваш центр управления полетов должен быть величиной с экран смартфона. Как только ваш центр управления перемещается с вами, и тут ваш основной актив, неважно из какой точки мира вы руководите, неважно. Заканчивая ответ на твой вопрос, смартфон, на нем в два клика все метрики, вот тут желание стоять на этой цели. Мне 47, кто бы мог подумать. Времени немного, а главное, что беспокоит о возрасте. Кем я хотел быть и кем стал? Когда лучше? Когда 18 или когда скоро 50? В 18 целая жизнь впереди. В 47 сзади целый рюкзак воспоминаний. За некоторые стыдно, а некоторые больно. Некоторые вызывают улыбку. Какие-то сожаления. У многих воспоминаний привкус счастья. 25, первый миллион весь мир у тебя в кармане. Больше не хочется съесть все, что видишь. Чувства человеку, у которого в детстве не было велосипеда, даже заработав миллион, остается человеком, у которого в детстве не было велосипеда. В 50 точно понимаешь, что главные вещи за деньги не покупаются и точно знаешь, что без денег главных вещей недостаточно. В 26 не прощаешь даже малейшего предательства и как Тартанян бросаешься со шпагой на любого подонка. В 47 есть выработанный годами иммунитет на сволочей, а эти жертвы социальной катастрофы размножаются и вокруг становится все больше. Чем меньше денег вокруг, тем в сволочей больше. Железобетонная закономерность, снижение планки морали прямо пропорционально снижению курса доллара. В 29 лет, прочитав все книги мира, ты уверен, что можешь изменить людей. В 47 понимаешь, что люди не меняются, просто ты их лучше узнаешь. В 30 не ценишь друзей, ты молод и успешен. В 47 понимаешь, что никто новый в твою жизнь не попадет и нужно ценить каждую минуту общения, каждую рюмку граппы и каждый бокал льна выпитый с друзьями. Не перед кем не хочется танцевать ламбаду, чтобы понравиться. Пусть лучше тебя ненавидят за то, кто ты есть, чем любят за то, кем ты не являешься. Дети в 32 и хочется много, есть что сказать им, уверен, что будешь для них не только отцом, но и примером. В 47 созрцательное отношение к любой секунде рядом с ними с полным пониманием того, что дети гости в твоем доме. Накорми, научи и отпусти вас в свою жизнь. Бизнес в 34 как война. Бледных не брать, никого не жалеть, в первую очередь себя. В 47 калькулятор все время мешает делать то, что хочется. Все гораздо медленнее и намного интереснее. В 35 твой миллиард рядом рукой дотянуться можно. В 47 есть много объяснений, почему хорошо и без миллиарда. В 37 все женское внимание к тебе. Ты молод, успешен, местами красив и остроумен. Ведешь счет, и он всегда не в твою пользу, четко понимая, что самые главные мужские ошибки совершаются тогда, когда мужчина имеет такую возможность. В 47 рядом только она. В 39 вся стена в кабинете в наградах, перемешавшись в себя в драматые губки за спорт и бизнес. В 47 смотреть на награды не хочется, и они плавно мигрируют в сторону темной кладовки, где будут ждать времени для того, чтобы их разложили на подушечки и понесли по известному адресу. В 41 понимаешь, что твои одноклассники и одноклассники могут просто умереть, просто от старости, не разбиться на машине и не погибнуть, а просто взять и умереть. Это шок каждый раз, нужно немного пить и вспоминать, как ты с ним воровал абрикосы и вкус этих абрикосов кислый, терпкий, но это вкус победы над соседом, его собакой, его забором. А сейчас его нет, и что-то важное, что хотел ему сказать, ты уже не можешь. И летишь через полмира на обычное запорожское кладбище, чтобы выпить водки и попрощаться, чтобы отпустило. В 45 понимаешь, что то, что ты пишешь, интересно, и лайки, это синтетическая замена любви, которая всем так необходима у тебя в огромном количестве, несмотря на то, что ты не блогер, а просто по химин-билы пишешь пьяным, а редактируешь трезво. В 47 лет пишешь только для себя в стол, никому не показываешь и уже точно уверены, что тебе не поверят, что написала-то ты, а не нанятый тобой пресс-секретарь. Ребята, самая... самая... самая темная ночь перед рассветом нужно в любом случае, когда миллиметр до успеха максимально сосредоточиться и включить свои лучшие качества. Когда вы мотивируетесь будущими победами, когда у вас есть силы, когда вы верите в себя, когда вы верите в свою команду, когда команда верит в вас, когда вы любите своего потребителя, когда вы генерируете бренды, дающие любовь, у вас точно будет результат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О ЗВЕ people АПЛОДИСМЕНТЫ И вот вал б вы